всем привет продолжаем знакомиться с книгой тристана донована играй история видеоигр и сегодня ознакомимся с главой 5 которая называется грандиозное озарение хочу обратить внимание твою на то что когда я озвучиваю какие-то игры ну которые не были к примеру озвучены ранее предыдущих главах той обычно если я нахожу нормальную картиночку то я вставляю в это видео вот в этом видео аж целых двадцать две картиночки даже 21 потому что первую картиночку ты уже видишь на экране да это перед каждой главой есть какая-то фотография а вот поэтому если слушаешь не на фоне то будь внимательным ну что ж начнем глава 5 грандиозное озарение пока видеоигры в начале 1970-х годов завоевывали игровые залы прародитель видеоигр компьютер по-прежнему оставался прерогативой избранных запечатанный за две дверьми академий государственных учреждений и крупного бизнеса и люди которые выстраивались в очередь к автоматам с pong с целью просадить свою мелочь и ведать не ли что видеоигры процветают и на компьютерах поколение компьютерных программистов появившиеся после выхода space for переняла эстафету эстафетную палочку у клуба технического моделирования железной дороги и принялась оттачивать навыки создания игр в отличие от своих коллег в отаре и бэлли эти люди не сталкивались с коммерческим давлением со стороны аркад в котором спросом пользовались простые привлекающие внимание игры специально разработанные для того чтобы выудить из карманов игроков как можно больше денег единственным ограничением стоящим перед этими людьми были возможность возможности компьютеров которыми они пользовались в то время как команда space for наслаждалась роскошью экрана большинство пользователей к середине 1970-х годов по-прежнему взаимодействовали с компьютером посредством телетайпов зависимость от телетайпов означало что визуально игры могли отображаться лишь в форме текста отпечатанного на рулонах бумаги какой бы ни была машина все отражалось отображалась или говорилось на узком рулоне газетной бумаги на котором медленно печатал телепринтер рассказывал дон даглоу который начал игры делать еще тогда когда изучал драматургию в колледже помана в клермонте штат калифорния у нас стоял терминал который печатал 30 символов в секунду на бумаге и в 80 символов ширину чтобы напечатать новую строчку ему требовалось целых две секунды но тогда это казалось настолько быстро что захватывало дух когда ты до этого не видел ничего подобного когда это походило на волшебство скорость не имела значения тем не менее нехватка скорости исключала возможность создания динамичных игр похожих на те что стояли в залах с игровыми автоматами программистам не оставалось ничего другого как кроме как создавать пошаговые игры подавляющее большинство этих игр выглядело абсолютно убого существовали бесчисленные версии крестиков ноликов виселис и рулеток десятки клонов настольных игр вроде морского боя и рои игр которые предлагали игроку угадывать числа или слова выбираемые компьютером наугад но по мере распространения культуры создания игр среди пользователей компьютеров программисты принимались за реализацию более новаторских идей совсем скоро игроки смогли принять участие в разборках на диком западе в игре high noon или взять на себя командование звездолетом uss enterprise в игре star trek получили возможность управлять виртуальными городами в за саммар гейм искать чудовищ которые скрывались в цифровых пещерах в хант за вумпус и пытаться посадить лунный модуль корабля аполлон на луну в игре лунар действия во всех этих играх были пошаговыми и чередовались с текстом описывающим любые действия игрока и медленно печатавшимся с помощью телепринтера даже спорт нашел отображение в пошаговом текстовом виде благодаря игре бейсбол выпущенной до даглоу 1971 году моделирование было одной из тех вещей которыми занимались люди на компьютерах если ты читал о чем-нибудь сделанном на компьютере то очень часто мог прочесть что они смоделировали то или это рассказывал даглоу как только я понял что может сделать компьютер тут же возникла идея бейсбол ведь бейсбол очень математическая игра подход к симулятору бейсбола был невероятно далек от тех спортивных игр на первых автоматах которые в общем то были различными вариациями понк какие-то программисты сдвинули концепцию симуляторов еще дальше подойдя вплотную границам в которых это еще можно было воспринимать в качестве игры одним из таких экспериментов стала программа элиза написанная в 1966 году джозефом вейзенбаумом профессором информатики из массачусетского технологического института элиза превращала компьютер в виртуального психотерапевта который мог спрашивать пользователей об их чувствах и затем использовал их напечатанные ответы для того чтобы создать некую видимость осмысленной беседы сноска на самом деле имя элиза носила программа вейзенбаума которая создавала виртуального психотерапевта по имени доктор однако большинство людей звали эту программу просто элиза и настоящее имя быстро забыли и хотя зачастую все это выглядело неубедительно по попытка элиза позволить людям взаимодействовать с компьютером с помощью обычного языка зажгла воображение программистов по всему миру одним из таких программистов воодушевленных элиза был уилл краузер краузер работал программистом у оборонного подрядчика болт беронек энд юн юмен где он помогал закладывать основы интернета создавая программу передачи данных для американской военной компьютерной сети эй эр пи эй нет в 1975 году краузер развелся со своей женой и их две дочери остались жить с матерью с матерью краузер очень переживал из-за того что он отдаляется от дочерей и начал искать способы общения с ними свое внимание он сосредоточил на идее написать для них на своем рабочем компьютере игру свою игру он построил на основе пещеры которая является частью мамонтовой пещерной системы флинт ридж и находится в штате кентукки и которую он исследовал вместе с женой он разделил пещеры на отдельные локации и прежде чем добавить сокровища головоломки и бродячих монстров дал каждой из локаций текст ставая описание чтобы сделать игру доступной для своих дочерей он сделал так чтобы как и элиза игра давала возможность игрокам использовать повседневный английский и понимала некоторое количество команд вроде идти на север или взять сокровища краузер надеялся что этот подход с использованием естественного языка сможет сделать игру менее пугающей для пользователя далеких от компьютеров результатом его работы стала игра адвентур сделавшая гигантский скачок вперед в текстовых играх если ханзе вумпус позволяла людям исследовать виртуальную пещеру а хайднун с помощью текста описывала происходящее в игре события то ни одна из них не использовала вот данных для создания мира и сознания игроков и не позволяла им взаимодействовать с игровым миром используя простой английский хотя созданная им игра понравилась его дочеря сам краузер считал что в ней нет ничего особенного после того как 1976 году он закончил работу над адвентур он оставил игру на компьютерной системе на работе и отправился в отпуск на аляску вполне возможно что история на этом бы и закончилась относившиеся неодобрительно к подобным забавам системные администраторы регулярно удаляли все игры которые они находили поскольку им нужно было освободить столь драгоценное место в памяти компьютеров которыми они управляли действительно многие компьютерные игры созданные в 60-х и 70-х годах были навсегда потеряны из-за таких чисток на самом деле выжило лишь небольшое количество рассказывал даглал те которые распространялись через digital equipment corporation user society общество пользователей цифровой вычислительной техники компании дек выжили отчасти потому что многие из них были переформатированы или переизданы в первых журналах для увлекающихся компьютерами людей но пока краузер лежал в ледяных чертогах аляски его коллеги наткнулись на адвентур и принялись делиться со своими коллегами компьютерщиками вскоре эта игра оказалась в компьютерных сетях университетов и компаний по всему миру в начале 1977 года адвентур появилась в стэнфордском университете где привлекало внимание дона вудса студента изучавшего информатику мой сокурсник у которого был доступ к компьютеру стоявшему на медицинском факультете нашел копию этой игры в папке под названием games и быстренько ее посмотрел рассказывал вудс меня эта игра заинтересовала и я попросил передать копию игры на компьютер лаборатории искусственного интеллекта которому у меня был доступ игра это кардинально отличалась от просто прочих компьютерных игр того времени какие-то компьютерные игры включали элемент исследования но в основном это были абстрактные и ограниченные миры вроде 20 случайным образом связанных друг с другом комнат в хан за вумпус описание в игре краузера меня здорово увлекли а разнообразные головоломки влюбили меня в эту игру на то время программистам было свойственно расширять или же вносить изменения в игры сделанные другими людьми в конце концов никто тогда и не думал зарабатывать деньги на своих творениях вудс полагал что мог бы улучшить и дуэнтур и получив благословление от краузера принялся за работу он изменил расположение пещер добавил новые головоломки и заставил карликов из оригинальной игры бродить по пещерам случайном порядке сосед вудса по комнате роберт паризо также внес свою лепту и одна из его идей позволила сделать лабиринт из похожих пещер созданных краузером еще запутаннее к апрелю 1977 года вудс закончил свои изменения новую версию этой игры он сделал доступной для всех остальных любой желающих мог ее копировать и свободно в нее играть а сам уехал на весенние каникулы из университета по возвращению же он здорово удивился мне сказали что компьютер в лаборатории был перегружен из-за людей которые подсоединились к нему с целью поиграть в адвентур рассказывал вудс новая версия этой игры вызвала куда больше интерес чем оригинал краузера и вдохновила многих других на написание собственных текстовых приключений среди этих людей были четверо членов группы динамического моделирования массачусетского технологического института тим андерсон марк блэнк брюс даниэлс и дэйв лэблин мы решили написать продолжение адвентур поскольку мы одновременно были восхищены и разочарованы этой игрой нас здорово раздражало то насколько сложно было подобрать правильное слово поскольку в тексте упоминалось всего лишь несколько объектов и было столько всего что мы хотели сказать игре а она нас не понимала рассказывал лэблинг к тому же мы просто хотели посмотреть что у нас может получиться если ты программист до мозга костей то это типичная реакция на кусок нового кода или же новую идею лэблинг уже делал какие-то игры до момента когда их четверка решила сделать свою версию адвентур которой они дали рабочее название зорк в отличие от некоторых своих товарищей занимавшихся созданием игр для компьютера он будучи студентом м айти имел доступ к одной из ультра современных систем эпохи имплак пиде с 1 имплак мог не только отображать графику на встроенном дисплее но и был одним из первых компьютеров который предлагал интерфейс в духе windows хотя и нужно было использовать световое перо вместо мыши и нажимать педали вместо кликов после создания более продвинутой версии space war и графической версии изначально текстовой игры hunt the lumpus лэблинг принялся лэблинг взялся помочь своему другу программисту из м айти грэгу томпсону в усовершенствование игры под названием мэйс стив колли говард палмер два программиста из исследовательского центра эймса агентства наса создали мэйс на имплак в 1974 73 году игра в полной мере использовала визуальные возможности имплак для создания трехмерного лабиринта исследовать который можно было только с видом от первого лица позднее палмер и томпсон работавшие на то время в эймсе изменили игру так что можно было соединить между собой два имплак и игроки представленные в виде парящих глазных яблок могли перемещаться по лабиринту пытаясь друг друга после подстрелить когда томпсон ушел из эймса в и в начале 1974 года присоединился к команде динамического моделирования он принес с собой мэйс мэйс была основана на графической игре в лабиринт которую грэг принес с собой из эймса мы решили что будет веселее если различные люди смогут нее играть и стрелять друг друга рассказывал лэблинг они переделали мэйс еще раз сделав так что в игру теперь могли одновременно играть 8 человек они создали робота управляемого компьютером и появлявшегося в моменты когда для игры не хватало живых игроков и позволили игрокам посылать друг другу во время игры текстовые сообщения обновления сделанные лэблингом и томпсоном в 1974 году предвосхитили появление онлайновых баталий и dead match которая доминирует видеоиграх с момента успеха doom вот уже 20 лет мы несколько раз играли с коллегами западного побережья хотя а rp и нет была довольно медленная ну то есть это имеется виду сеть и задержки были попросту ужасными мэйс стала настолько популярной игрой что руководство нашей группы даже попыталась ее запретить рассказывал лэблинг на абсолютном контрасте с мэйс игра зорг это попытка лэблинга бланка дэниелса и андерсона призвой превзойти адвентур состояла исключительно из текста для того чтобы затмить адвентур квартет придумал новый фэнтезийный мир который можно было исследовать к тому же зорг заметно превосходил адвентур по части литературного исполнения четверка также переработала способ с помощью которого компьютер считывал инструкции игроков и теперь люди могли использовать более сложные предложения такие например как взять топор и срубить дерево они команды состоявшие из двух слов по завершению работы над игрой они переименовали ее в данжу он вскоре после этого к ним дверь постучались адвокаты компании и си эр создавший настольную ролевую игру в дан джонс энд дрэгонс дан джонс энд дрэгонс это смесь из настольных военных игр властелина колец толки она и любительского спектакля стала феноменом сразу же после появления в 1974 году заинтересовал миллионы поклонников которые тратили много часов участвуя в приключениях основанных на сложных статистических правилах и бросках игральных кубиков быть игроком в данжу он с энд дрэгонс требовало серьезной подготовки даже если ты и не являлся мастером игры игроком который создает и контролирует сюжет игры и обрабатывает многочисленные уравнения которые вытекают из действий игрока игры в дан джонс энд дрэгонс могли занимать недели а каждая игровая сессия длится часами большая часть времени проходила в спорах о правильности вычислений которыми сопровождались действия игроков рассказывал ричард гарриот который присоединился к легиону поклонников этой игры в 1977 году в возрасте 17 лет большинство людей играют бумажную версию дан джон энд дрэгонс примерно так все ходят у меня получается плюс 3 мяча я нахожусь у другого игрока за спиной и моя внезапность прибавляют еще плюс 2 рассказывал гарриот и вот тут начинаются бурные обсуждения в мельчайших подробностях возможной вероятности попадания или промаха наконец когда спустя минут пять десять все договариваются снова кидается кубик и получается я попал или же ой я промахнулся а затем снова начинается спор поэтому и частота ходов в игре была чрезвычайно низкой столь огромное количество цифровой информации сделала джонс энд дрэгонс идеальным кандидатом для компьютеризации она замечательно подходила под моделирование на компьютере рассказывал даглоу который в 1975 году после осознания того факта что джонс энд дрэгонс довольно сложная игра создал джон одану из первых компьютерных ролевых игр то что бумажной версии джон джон энд дрэгонс раздражало и отнимало массу времени компьютер брал на себя джон дал даглоу шанс сделать игру для нового компьютерного терминала который только-только появился в стэнфорде правда этот терминал мог отображать лишь монохромный текст и на то чтобы сменить изображение на экране ему потребовалось ему требовалось от 20 до 30 секунд но экран позволял придать своей игре некоторую визуальность в виде карты составлена из знаков припинания и математических символов это был способ которому впоследствии прибегали многие видеоигры особенно ролевые используя его вновь и вновь в конце 70-х и в начале 80-х годов tcr никак не отреагировала на игру даглоу равно и как на многие другие ролевые компьютерные игры которые копировали джон с энд дрэгонс но когда в компании услышали о джон созданный в м айти то послали к ним адвокатов tcr обладала зарегистрированной торговой маркой на слово джон и поэтому они решили выступить в защиту своих прав рассказывал леблин адвокаты м айти упрекнули их в глупости но мы все-таки решили вернуться к имени зорг поскольку она здорово отличалась от всего остального и казалось необычным к тому времени идея с необычным названием стала привлекательной поскольку создатели игры начали задумываться о создании бизнеса по выпуску программ и хотели нажиться на последнем побочном продукте микропроцессора домашнем компьютере продававшиеся в сборке компьютеры вроде алтайр 8800 или ким-1 приблизили к действительности идею домашних компьютеров а с выходом на рынок во второй половине 1970 годов более продвинутых микропроцессоров ощущение скорого появления компьютеров домашних компьютеров еще более возросло вскоре новаторские компании и технологически настроенные предприниматели принялись исследовать идею создания компьютеров настолько маленьких и настолько дешевых что всякий мог себе их позволить одним из первых людей которые действительно продвинули эту идею вперед вперед стал стив возняк после того как он закончил работу над прототипом игрового автомата breakout он решил сделать свой собственный компьютер все свои вечера и выходные он проводил за разработкой apple 1 компьютера в центре которого был микропроцессор и которому могли быть подключены клавиатура и домашний телевизор прототип он показал своему другу стиву джобсу который только-только вернулся из сути своего путешествия по индии джобс предложил ему сформировать компанию чтобы они могли продавать его изобретение другим любителям компьютеров и 1 апреля 1976 года была сформирована компания apple компьютер компания произвела более 150 собранных вручную компьютеров apple 1 но к моменту их поступления в продажу летом 1976 года возняк уже был близок к завершению работы над более удобным компьютером который мог бы заинтересовать более широкую аудиторию apple 2 возняк поставил перед собой цель сделать компьютер настолько мощный чтобы люди могли создавать на нем современные видео игры компьютер решил он должен иметь цветную графику надлежащий звук и разъемы для игровых контроллеров и обладать возможностью подключения к телевизору в частности он хотел чтобы эта машина была настолько хороша что могла запускать версию break out созданную на бэйсике медленном но относительно легком языке программирования это была дико амбициозная цель домашние компьютеры все еще были в диковинку и сама мысль что компьютер способен делать тоже что и игровой автомат да еще и по приемлемой цене широкой публике оказалась сумасшедшей но к августу 1976 года возняк к собственному удивлению смог достичь своей цели в своей биографии ай воз возняк описывает запуск breakout на своем компьютере как грандиозное потрясающее и сильнейшее озарение будучи ловким бизнесменом джобс видел в apple 2 машину которая могла бы быть интересно не только склонным к игре гиком и принялся искать инвестора который мог бы помочь этой машине оказаться на полках магазинов по всей стране первым кому обратилась apple был чак пэдл инженер из компании commodore business machines джек тремиал польский иммигрант который пережил фашистский контрационный лагерь освенцем сформировал компанию commodore в 1955 году поначалу компания занималась ремонтом печатных машинок в бронксе штат нью-йорк но вскоре стараниями тремиала превратилась ведущего производителя офисного оборудования для пэдла звонок от джобса оказался чрезвычайно своевременно commodore только-только купила производителя микропроцессоров м о с technologies создателя ким-1 и пэдл попытался убедить дремиала забыть о карманных калькуляторах и выйти на рынок домашних компьютеров пэдл устроил так чтобы джобс и возник смогли показать apple 2 правлению commodore впечатленные члены правления спросили сколько они хотят за это джобс запросил несколько сотен тысяч долларов и им быстро указали на дверь в commodore решили сделать такую штуку своими силами ничуть не расстроившись джобс и возник сошли что их должны поддержать в оттаре в итоге нолан бушнелл и джо кинан пришли к решению что этот проект лежит за пределами наших деловых интересов но в составе правления был инвестор дон валентай и мы свели их дон рассказывал стив бристоу который занимал ватаре пост вице-президента по разработкам валентай тоже отказался вложить свои деньги но организовал встречу apple с 30-летним майком маркулой который незадолго до этого ушел из intel заработав себе целое состояние маркула был убежден что apple ожидает успех и предоставил apple не только необходимое финансирование для начала производства компьютера но и собственный опыт в бизнесе к тому времени когда компьютер apple 2 начали сходить со сборочной линии commodore уже вывела свой домашний компьютер на рынок за 599 долларов покупатель компьютера commodore pet получал целую систему с клавиатурой монитором кассетником и собственно компьютером соблазнительном пластмассовом корпусе бежевого цвета несмотря на то что монитор был монохромным pet получила предварительные заказы на 3 миллиона долларов достаточно для того чтобы добиться успеха apple также столкнулась с компанией тэнди которая принадлежала сеть магазинов радиоэлектроники радио шаг и которая выпустила еще один компьютер для дома с монохромным монитором trc 80 будучи самой мелкой из трех конкурирующих компаний apple могла легко проиграть но вдохновленная видеоиграми цветная графика и умный маркетинг выдвинули компанию лидеры к 1983 году apple 2 заняла в сша 23 процента рынка домашних компьютеров по сравнению с 16 процентами тэнди и 10 процентами commodore появление apple 2 trc 80 и pet положили конец эпохи когда компьютеры могли себе позволить лишь крупные учреждения теперь всякий мог заиметь у себя дома компьютер однако хотя большинство людей исходились во мнении что за компьютерами будущее лишь у некоторых были идеи о том зачем именно нужен им домашний компьютер чтобы рассчитывать свои налоговые декларации или же вести коллекции своих пластинок или учить своих детей программирование машин в надежде на то что эти знания пригодятся детям в будущем или же просто хранить семейные рецепты или записную книжку на аудиокассете оказалось что первые домашние компьютеры используются практически с одной целью играть видео игры и многие игры в которой играли пользователи домашних компьютеров были версиями тех игр которые когда-то были заперты в университетских правительственных или рабочих компьютерах эти игры поначалу попадали в дом благодаря журналам и книгам в которых публиковались исходные данные а люди должны были вбивать программный код строчка за строчкой затем эти игры стали продаваться в магазинах компьютер чес вероятно про матерь всех видеоигр была одной из первых таких игр и поступила в продажу благодаря канадской компании микро у вейв которая выпустила микрочис на ким-1 1976 году за ней быстро последовали прочие формы компьютерных игр среди которых были образовательные программе в программы вроде the origin trail игры разработанной в 1971 году тремя студентами для детей начальной школе школы в миннесоте это была игра о жизни и испытаниях с которыми сталкивались американцы и поселент американские поселенцы во время продвижения на запад страны в середине 1800-х годов эта программа стала главным продуктом школьных классах сша в 80-х и начале 90-х но одной из самых популярных форм компьютерных игр достигших домов стали текстовые приключения скотт адамс компьютерный программист из штата флорида перенес текстовые приключения в домашнюю среду после того как услышал на работе в телекоматской онной фирме с трон стромберг карлсон обсуждение адвентур я приходил рано и засиживался допоздна только ради того чтобы поиграть еще чуть-чуть меня поразила концепция и это было очень весело рассказывал он адамс уже сделал на своем компьютере trs 80 одну игру которую он продавал через местный магазин радио шаг эта игра это была игра в собачий бега с генератором случайных чисел и каким-то количеством текста можно было делать ставки на то какая собака прибежит первой рассказывал он но игра сама по себе оказалась провальной я продал наверное копий 10 она была отстойной неудивительно что адамс понимал что игра в духе адвентур могла бы стать более популярной и поэтому принялся за создание подобной игры его друзья программисты считали что он впустую тратит время мне говорили что попросту невозможно сделать что-нибудь вроде адвентур на компьютере 16 килобайт памяти рассказывал он его скептически настроенные друзья программисты знали адвентур требовалось 256 килобайт гораздо больше чем у trc 80 но адамс придумал много технических уловок для того чтобы сэкономить память что позволило ему запустить на trc 80 собственную игру адвентур ланд одной из таких уловок была способность компьютера распознавать команды игрока по первым трем буквам адвентур ланд во многом был похож на адвентур хотя сама история происходила на открытом воздухе они в подземных пещерах к тому же адамс отбросил идею столкновения с монстрами и сосредоточился на решении загадок после того как получил от своих друзей критические замечания самой перс самой первой версии адвентур ланд игра заканчивалась после того как вы убивали медведя на краю обрыва рассказывал он один из моих друзей сказал что заканчивается все как-то грубо и спросил не могу ли я как-то это исправить я последовал его совету и после этого все мои игры уже ориентировались на семейные ценности для играющей публики привыкший к основанным на беспрестанном действии играм на игровых автоматах адвентур ланд обладала необычной и захватывающей концепции но прежде чем игра обрела популярность адамсу потребовалось какое-то время для того чтобы игра появилась на полках магазинов тогда было совсем немного компании которые занимались созданием программ для домашних компьютеров и даже продавали игры рассказывал он я начал с небольшой рекламки в компьютерном журнале прекрасно помню мой первый крупный заказ он был от мэнни гарси и который держал радио шаг в чикаго и заказал у меня сразу 50 кассет на тот момент я не имел никакого представления об оптовой торговле ему пришлось объяснять мне как тут все устроено чтобы сделать все кассеты мне потребовалось неделю после чего я ему их отослал когда же он получил груз то перезвонил мне и спросил а где же упаковка но адамс был не одинок по всей территории сша компьютерные энтузиасты с деловой хваткой принялись писать игры которые они надеялись продать растущему количеству пользователей домашних компьютеров лишь некоторые из них понимали что они формируют индустрии они копировали свои игры на аудиокассетах или же 5 дюймовых дискетах на собственных компьютерах они отвозили или отсылали почтой свои игры в магазины ксера копировали инструкции и упаковывали свои работы в пакетики zip lock которые обычно использовались для того чтобы сохранять бутерброды свежими нехватка игр привела к тому что многие из этих создателей игр стали получать за свою работу внушительные деньги билл барж студент университета беркли штат калифорния был одним из таких он начал с того что что создал на своем apple 2 просьбе простеньких игр а среди которых была копия pong отдав apple в обмен на принтер стоимостью 700 долларов права на три свои игры которые были выпущены в 1979 году под названием пенни аркад он стал продавать свои работы stone war небольшому игровому издательству которым управлял барни стоун барни сказал что он считает что сможет продать эти игры компьютерным магазинам которые стали возникать повсеместно и по всей стране рассказывал батж помню как моя семья поехала в отпуск на гавайи а я был настолько увлечен написанием этих игр что решил никуда не ехать я остался со своим apple 2 и программировал две недели подряд поскольку меня никто не беспокоил а затем в один прекрасный день это обернулось чеком на 7000 долларов моими ежемесячными royalty на другом конце сша создатели zork тоже включились в не оперившийся еще игровой бизнес сформировал компанию инфа ком у нас не было никакого плана делать исключительно игры но после обсуждения идей будущих продуктов марк бланк и соучредитель джоэль беретс выказали высказали мысль что зорк могла бы стать хорошим выбором для последующих действий рассказывал леблинг как и друзья компьютерщики адамса инфа ком волновалась по поводу того что столь объемную игру как зорк будет просто невозможно уместить на домашнем компьютере было очень много возражений рассказывал леблинг память микрокомпьютера была на самом деле очень очень маленькой а зорк была очень объемной игрой мы не были уверены что у нас все получится несмотря на все сомнения инфа ком все-таки решила действовать и разделив оригинал на три отдельной игры смогла втиснуть игру на примитивные компьютеры того времени и если адвентуриланд представила компьютерным пользователям концепцию текстового приключения то зорк продемонстрировала надлежащее использование языка и детализированное описание первая игра из трилогии зорк продалась сотнями тысяч экземпляров самых разных компьютерных форматов и превратила инфа ком в одного из крупнейших игроков в сфере компьютерных игр примерно в то же самое время когда свет увидели компьютерные игры зорк в 1980 году кен и роберта уильямс супруги из лос-анджелеса калифорния двинули идею текстовых приключений в новом направлении выпустив свою дебютную игру mass mystery house уильямсы оказались в зарождавшимся видеоигровом бизнесе после того как кен внештатный программист познакомил роберту с игрой адвентур я показал ее роберте роберте и она схватила клавиатуру и просидела за ней всю ночь она в буквальном смысле слова подсела на эту игру когда же она ее прошла то захотела чтобы я сделал нечто похожее а она смогла бы сделать дизайн рассказывал кен роберта рассматривала текстовые приключения как новый захватывающий способ повествования и приступила к работе над игрой о загадочном убийстве сама же игра создавалась под впечатлением от настольной игры кло клоуэдо и бестселлера агаты кристи 10 негритят она набросала игровые локации и сюжет по на оборотной стороне больших листов упаковочной бумаги в то время как крис занимался претворением ее идей в жизнь на их apple 2 в отличие от адамса и инфо ком роберта решила что одним из что одним только текстом здесь не обойдешься и настояла на том чтобы кен позволил ей включить в игру черно-белые наброски которые невзирая на ограничение памяти apple 2 иллюстрировали каждую локацию вместе с текстом это отказ смириться с ограничениями технологии в то время когда большинство создателей игр делали свои творения исходя из собственных навыков программирования впоследствии стал определяющим подходом роберты при создании игр я всегда думала о сюжете персонажах и игровом мире утверждала она мне было нужно определиться со всем этим еще до того как я начну думать о структуре игры движке или интерфейс игровой движок выстраивался исходя из моих идей а не наоборот семейная чита выпустила игру через компанию кена онлайн системс и превратила свой кухонный стол в кустарный цех в котором их apple 2 экземпляр за экземпляром производил их игру каждый экземпляр игры упаковывался в зип-лог вместе с от ксерокопированной инструкции затем они принялись обзванивать все компьютерные магазины которые были им известны с просьбой взять их игру на реализацию было всего 8 мест которые торговали программами дозвониться до них не составило труда а поскольку программ тогда особой не было наше предложение показалось им очень заманчиво рассказывал кен за шесть месяцев они продали более трех тысяч экземпляров игры по цене 24 доллара 95 центов и вскоре у них появилось достаточно денег для того чтобы превратить свое занятие в полноценную работу и перебраться из лос-анджелеса в горные предместья сьерра-невады несколько позднее они переименовали свою компанию в честь своего нового дома назвав себя сиерра онлайн их вторая игра вышедшая в 1981 году сказка the wizard and the princess двинула идею иллюстрированного текстового приключения еще дальше предложил игрокам цветные иллюстрации использование графики в играх сиера онлайн вызвало совсем разные реакции у инфоком и компании адамса adventure international адамс в конечном счете последовал примеру сиера онлайн и стал добавлять свои игры цветные иллюстрации инфоком же ударилась другую кран крайность и стремилась сделать текст своим достоинством заявляя в рекламе мы выпускаем самую сильную графическую технологию в мире размещая это заявление рядом с изображением большого сверкающего мозга однако текстовые приключения были не единственными играми которые пользовались успехом у пользователей домашних компьютеров на компьютерах также стали появляться и авиационные тренажеры такого рода программы всегда находились на грани между тренировкой и развлечения эдвин линк младший производитель органов из или производитель органов из бингем тона в штате нью-йорк создал первый авиационный тренажер линк трейнер еще в 1929 году линк трейнер состоял из кабины находявшийся на подвижной платформе и использовал моторы мехи органа и записанные звуковые эффекты с целью как можно точнее сымитировать ощущение полета на самолете изначально линк рассматривал свое устройство в качестве своеобразной карнавальной карусели работавший от монеток но ее же можно было использовать и в качестве учебного пособия для обучения пилотов основам полета еще до того как они смогут сесть в настоящий самолет его патент 1931 года описывал машину как комбинации учебного устройства для летчиков студентов и развлекательного аппарата неожиданное начало второй мировой войны навело военных на мысль что это устройство может быть использовано в качестве инструмента для учебы после чего ввс сша заказали более 10 тысяч линк трейнер на протяжении всей войны на этих устройствах основы пилотирования изучила более 500 тысяч будущих летчиков уже после войны авиационные тренажеры стали стремительно развиваться поскольку начался рост гражданской авиации а гонка вооружений времен холодной войны подпитывала инвестиции в более продвинутые тренажеры к началу шестидесятых годов у авиационных тренажеров были уже подвижные камеры которые проецировали на модель ландшафты дабы воссоздавать визуальное ощущение полета несмотря на все улучшения непрерывно возрастающая сложность авиационной техники означало что механические тренажеры едва ли способны в полной мере воссоздать ощущения которые так полезны в обучении поэтому когда в конце 60-х годов компьютеры с визуальными дисплеями стали восприниматься всерьез авиационные тренажеры перебрались цифровую среду этот переход не только улучшил эффективность тренажеров но и позволил любителям и людям мечтающим не стать пилотами и имеющими доступ к компьютерам попробовать их действий одним из таких пользователей был брюк артвик студент физик и пилот когда появились первые домашние компьютеры артвик полагал что другие пилоты любители ухватятся за возможность иметь у себя дома авиационный тренажер он сформировал собственную компанию sublogic logic которая занималась разработкой программного обеспечения и написал flight simulator первый авиасимулятор для домашнего компьютера который дебютировал в apple 2 начале 1978 года flight simulator стремился воссоздавать реальность настолько подробно насколько это позволял apple 2 используя для этого настоящую физику и предлагая на выбор широкий выбор самолетов от самолетов опылителей до реактивных истребителей популярность работы артвика вдохновила многих других на создание для домашних компьютеров самых разных авиасимуляторов которые быстро разделились на военную и гражданскую авиацию а также симуляторов прочих транспортных средств среди которых были подводные лодки космические шаттлы вертолеты и танки в первые годы существования домашних компьютеров воссоздание настольных военных игр стало еще одним направлением развития компьютерных игр как и в случае с dungeons and dragons главной мотивацией переноса их на компьютеры была их математичность настольные военные игры вышли из военной игры кри егспил созданной для прусской армии в 18 веке для подготовки офицеров эта игра превратилась национальную страсть набор с тщательно сделанными фигурками солдатиков рассылались во все воинские подразделения кайзер на посещал тут турниры а оригинальный свод правил на 60 страницах вследствие был расширен данными реальных конфликтов когда пруссия в 1866 году победила в семинедельной войне австрии а затем в начале 1870-х годов франции страна благодарила за свои победы кайзер кайзер впечатлен впечатленные военными успехами пруссии странные противники включая японии быстро переняли эту игру за свой успех в русско-японской войне 1905 года японцы благодарили именно ее семьи по всей европе также начали играть в игру используя игрушечных солдатиков повальное увлечение этой игрой было таково что в 1913 году писатель фантаст герберт уэлс написал маленькие войны свод правил для игрушечных солдатиков которых порой называют основой современных настольных военных игр повальное увлечение исчезло лишь после поражения германии в первой мировой войне но упертые поклонники игры никуда не исчезли и любителей подобного рода игр было достаточно и в семидесятых годах но как и игрокам dungeons and dragons которая сама была создана тремя разработчиками военных игр фанатам солдатиков приходилось играть в затяжные игры где основное количество времени уходило на решение сложных уравнений которые и определяли результаты сражений поклонникам таких игр не понадобилось много времени чтобы понять что компьютеры могут значительно облегчить им жизнь и к началу семидесятых годов начали появляться простенькие и военные игры вроде civil war созданной по мотивам американской гражданской войны домашние компьютеры поощряли дальнейшее развитие компьютеризированных военных игр но лишь некоторые из них могли дать игрокам нечто больше чем простое воссоздание ощущений от настольных игр они были довольно убогими рассказывал крис кроуфорд игрок в военные игры который начал делать видеоигры в конце семидесятых на университетских компьютерах большинство коммерческих военных игр было написано на бейсике и для размещения фигурах использовалось привычное поле ответом кроуфорда на нехватку идей у первых создателей военных игр стала игра танк тикс воспроизводившая танковое сражение которую он создал в 1977 году на своем рабочем компьютере ibm 1130 в калифорнийском университете я играл настольные военные игры и прекрасно знал о том как важна неопределенность в сражении неясность боевой обстановки я рассматривал как важный элемент симуляции боевых действий рассказывал он и тут сноска неясность боевой обстановки или туман войны военный термин которым определяют уровень неопределенности в бою например незнание места расположения вашего противника или же их возможностей по объему поставок настольные игры обычно не моделировали туман войны из-за невозможности удерживать в секрете шаги других игроков неопределенность начисто отсутствовала в настольных играх я полагал что компьютеры могли бы решить эту проблему я не думаю что люди осознавали насколько огромным шагом вперед это было большинство привыкло к отсутствию этой неясности и считала полную осведомленность чем-то само собой разумеющимся им не нравилась идея с неосведомленностью кроуфорд продвинул идеи гораздо дальше в игре eastern front 1941 которую он написал в 1981 году после того как стал работать в подразделении атари которая занималась играми для домашних компьютеров истон фронт 1941 представила идею военного конфликта в реальном времени настольные игры были пошаговыми а большинство компьютерных военных игр просто следовали их примеру кроуфорд сделал так чтобы компьютерные игроки могли принимать свои решения но сами действия в игре не происходили немедленно движок игры мог подождать пока все решения будут приняты а затем выполнить все решения игрока одновременно копируя естественное течение войны последним важным жанром который перешел на домашние компьютеры стали ролевые игры и первопроходцем здесь оказался ричард герриот подросток из хьюстона штат техас 1977 год стал поворотным годом жизни герриота за те 12 месяцев соединились все те факторы которые и сделали герриота одним из самых успешных игровых разработчиков все происходило довольно быстро рассказывал он сначала жена моего брата дала мне экземпляр властелина колец и сразу после того как я прочел книгу летом 1977 года я пошел на семинедельные летние курсы для учащихся 100 старших классов в университете оклахомы там я узнал о компьютерном программировании математики и статистики когда я туда приехал то все студенты не только читали властелина колец но и вовсю в одно и вовсю играли в игру den johns and dragons в которую и я стал играть по вечерам к тому же у нас был доступ к нескольким первым компьютерам которые тогда стояли в университетах и которых не было средних школах по прибытию в университет его встретила группа студентов которая из-за отсутствия у герриота южно-американского акцента ошибочно приняла его за англичанин и дала ему прозвище бритиш герриот подхватил это прозвище и впоследствии назвал свое альтер-эго dungeons and dragons лордом бритишем вдохновленной троицей своих открытий толкианом dungeons and dragons и компьютерами герриот вернулся в хьюстон и принялся писать игры на примитивном компьютере с телепринтером который стоял в его школе я начал писать игры которые обычно называл dnd1 dnd2 dnd3 и так далее конечно же из-за уважения к dungeons and dragons рассказывал он на телетайпе было очень сложно создавать программы поскольку приходилось сначала писать каждую строчку кода программы на бумаге отец герриота оуэн астронавт наса заметил над чем работает его сын и предупредил его что его проекты выглядят слишком амбициозно это была объемная программа особенно по сравнению с теми что люди пытались писать в те дни кажется моя программа требовала около тысячи строчек кода или около того сегодня это звучит смешно но тогда это казалось чем-то невероятным рассказывал он мой отец говорил ричард вряд ли ты заставишь работать свою программу поскольку она очень сложна я сказал что хорошо мотивировано чтобы добиться своей цели и предложил заключить со мной пари в том случае если у меня все получится я смогу представить рабочую версию dnd1 я готов оплатить он был готов оплатить не половину стоимости персонального компьютера а тут как раз вышел apple 2 спор подстегнул герриота ему удалось запустить компьютера запустить игру на компьютеры pdp 11 которому был подключен телетайп его школы даже несмотря на то что dnd1 была первой игрой которую написал герриот здесь уже были видны зачатки ультима вне видеоигрового сериала который впоследствии принес герриоту славу и богатство несмотря на то что все это нужно было печатать на бумаге в ней было много от ультима рассказывал герриот небольшие звездочки означали стены пустое пространство коридоры знак электричества обозначал сокровище и все это на карте размером 10 на 10 символов допустим если ты хотел сдвинуться на север юг восток или запад то тебе нужно было подождать секунд 10 пока отпечатается новая карта размером 10 на 10 символов и ты сможешь снова сражаться с монстрами и искать сокровища отец герриота сдержал свое слово и помог сыну купить apple 2 к тому моменту когда ему привезли компьютер герриот уже наштамповал целую серию новых версий своей игры и и добрался до dnd 28 заполучив свои руки apple 2 герриот принялся работать над dnd 28 б которую он вскоре переименовал в аллакабетх world of doom поставив себе цель добавить в игру графику в отличие от его предыдущих игр где использовался только текст после того как он поиграл другую игру на apple 2 escape он придумал дать игроку в подземельях вид от первого лица в escape ты смотрел на все сверху вниз наблюдая за тем как генерировался лабиринт после чего падал в середину этого трехмерного лабиринта откуда потом нужно было как-то выбираться правда у герриота и мыслях не было заниматься продажи игры на самом деле я игру написал для себя и своих друзей по вечерам мы играли в dungeon and dragons и я поставил компьютер неподалеку чтобы люди могли в него играть летом 1979 года закончив работу над аллакабес берриот получил работу помощника на лето в магазине компьютер лэнд в clear lake city штат техас однажды вечером после работы он решил поиграть свою игру и загрузил ее на один из apple 2 которые продавались магазине это тут же заметил управляющий магазина джон али аллей герр он сказал ричард эта игра намного лучше чем любая из игр которые у нас продаются поэтому тебе нужно серьезно подумать насчет распространения рассказывал герриот аллы герр согласился взять игру на реализацию и чтобы он мог пустить игру продажу герриоту пришлось потратить 200 долларов на пакеты зиплок и дискеты и размножить инструкции я тогда думал что это целая прорва денег рассказывал он одна из копий аллакабес которая герриот сделал для компьютер лэнд попала в руки калифорния пацифик компьютер одного из крупнейших дистрибьюторов программ на территории сша в то время они позвонили мне затем выслали билеты на самолет до калифорнии чтобы я смог прилететь к ним и подписать контракт по которому они согласились платить мне по 5 долларов с каждой с каждой проданной копии рассказывал герриот калифорния пацифик компьютер также высказала предложение использовать для продвижения игры персонаж герриота лорда бритиша который был указан в титрах аллакабет наряду с его настоящим именем они сказали знаешь ричард герриот прекрасное имя но не такое запоминающиеся как лорд бритиш так почему бы нам просто не выкинуть ричарда герриота из титров рассказывал идет герриот давший маркетинговому ходу зеленый свет игра основанная на dungeons and dragons оказалась чрезвычайно привлекательной для владельцев домашних компьютеров игра продалась общим тиражом 30 тысяч копий а герриот заработал на этом 150 тысяч долларов значительно больше чем его отец астронавт заработал за год я ведь еще в школу ходил поэтому я и представить не мог насколько огромные это были деньги рассказывал герриот я просто сделал то что хотел я заработал достаточно денег чтобы это заметили мои друзья и родители и стало очевидно что теперь мне нужно сделать продолжение последовавшая 1980 году за алла кбс игра ультима the first age of darkness стала еще более успешной продавшись тиражом порядка 50 тысяч копий но вскоре у герриота появились конкуренты в 1981 году компания сир тэч выпустила свою ролевую игру под названием визарди провин граундс оф зе мэд оверлорд которая предлагала гораздо лучшую графику и в которой игрок возглавлял целую группу авантюристов в отличие от героя-одиночки из игр герриота в сравнении с игрой герриота она продавалась в соотношении 2 к 1 и вскоре конкуренция между создателями ролевых игр вышла на новый уровень поскольку каждый стремился превзойти другого вводя в свои игры все новые и новые особенности в ultima 2 the revenge of the enchantress созданной в 1982 году герриот дал возможность игрокам разговаривать с компьютерными персонажами а не только сражаться с ним в том же году техас инструмент заменила черно-белые рисунки которые использовали для изображения своих подземелий в визарди и ультима на цветные туннели в своей игре там tunnels of doom визарди 2 the knight of demons также выпущены в 1982 году давала возможность игрокам импортировать своих персонажей из первой игры ко времени выхода ультима 3 exodus 1983 году игровой рынок для домашних компьютеров все больше походил на настоящий бизнес быстро росло число владельцев домашних компьютеров и столь же быстро росло количество игр для них домашний компьютер освободил игры компьютерных ученых из сетей академии позволил им обогатить диапазон видеоигр и вывести их в сферу домашних развлечений но все же с наступлением восьмидесятых мало кто обращал особого внимания на игры упакованные в пакетики zip lock и лежащие на полках компьютерных магазинов поскольку внимание играющей публики было приковано к игровым автоматам и новому поколению игровых консолей которые несли с собой самое настоящее помешательство на видеоиграх на всей территории сша ну а на сегодня все всем спасибо за внимание кто дожил до этой минуты подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока